Добрый день дорогие друзья, мы в прямом эфире студии информационного агентства Прима Медиа, это Прима Медиа Лайв. В этом году Ботанический сад, всеми любимое наше учреждение, которое находится в пригороде Владивостока, исполняется 65 лет, в этом научном учреждении находится крупнейшая в Дальневосточно-федеральном округе России коллекция генофонда растений. И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук, именно так правильно называется это учреждение, Павел Крестов. Спасибо большое, Павел, что пришли к нам в гости. Ну вот с чем Ботанический сад Владивостока подошел к своему 65-летию. Ну, я хотел бы поздороваться с вами сначала Илья. Здравствуйте, Илья, здравствуйте. Дорогие слушатели и телезрители. Я бы сказал, что мы уже отметили 65-летие, то есть оно официально уже исполнилось, 24 февраля у нас исполняется. Значит, именно в этот день, в 1949 году Сталина было подписано постановление о организации ботанического сада. Надо сказать, что время для ботанических садов, для организации ботанических садов в России было выбрано такое, как бы не самое веселое, и, ну, это свидетельствует о чем? О том, что ботанические сады создавались не для развлечения изначально. То есть это послевоенные годы. Центральный ботанический сад, главный ботанический сад в Москве был создан в 45-м году, потом Новосибирский ботанический сад в 47-м году и наш был создан в 49-м году. Вот. И, соответственно, задачи, которые вставились перед ботаническими садами, это как раз вот сохранение того генофонда, который есть в каждом регионе России и его приумножение. Это работа по селекции, это работа на благо страны всегда, было на благо народного хозяйства страны. Конкретные научные? Да, это были совершенно конкретные научные задачи и, в принципе, задачи эти были поставлены очень давно. И вот с 1949 года наш ботанический сад решает эти задачи. Вот. С тех пор прошло очень много времени. Были времена разные, были времена хорошие для ботанического сада, то есть когда было очень хорошее финансирование. Было времена очень плохие для ботанического сада, когда ботанический сад мог существовать только благодаря самоотверженному труду сотрудников и больше ничему, в принципе, которые сохранили вот самые трудные годы, значит, коллекции и не потеряли ничего. Вот. Но и сейчас время, нельзя сказать, что оно плохое или хорошее, то есть это время, в котором мы живем, мы не выбираем времени, мы просто работаем и, в общем-то, занимаемся тем, какие задачи перед нами ставят государство, Академия наук Российская. Вот. Работаем по нашей тематике. Вот. Ну и с чем подошел? Я бы сказал, что подошел вот с чем. То есть мы сейчас крупнейшее, как вы сказали уже, хранилище генофонда на территории Дальневосточного федерального округа, по крайней мере. У нас собраны в основном сорта цветочно-декоративных растений и сорта редких, то есть виды редких растений. Мы сохраняем генофонд редких растений. Ну и в целом наша коллекция сейчас насчитывает более 5000 таксонов, мы называем таксоны. Это виды, сорта, культивары различных, ну вот, различных групп растений, которые, в общем-то, ну, во-первых, декоративное свойство, лекарственное свойство, могут быть редкие растения, ценные для человечества, ну, с точки зрения сохранения природы. Вот. И мы занимаемся очень многими проблемами, как сохранения генофонда, так и, в общем, мониторинга растительного покрова. И одно из главных направлений, из основных направлений, это ботаническое образование, или экологическое образование населения, да. То есть, ну и, в общем-то, результаты этой деятельности, я бы сказал, сейчас налицо, потому что, я думаю, что многие из посетителей ботанического сада, когда они приходят на территории, посещают, допустим, наш лесной массив или нашей коллекции, они видят, что стало чище, ну, в лесном массиве стало чище. Вы не увидите просто бумаг разбросанных, каких-то вот, ну, отходов от шашлыков и так далее, да. Это не заслуга ботанического сада, то есть заслуга есть, но заслуга именно в том, что мы проводим образовательную деятельность. Это заслуга, прежде всего, жителей города Владивостока. То есть, люди становятся лучше, люди становятся лучше, мы это ощущаем на себе, но, по крайней мере, ощущаем, даже по такому критерию приземленному, это сколько, какое количество мусора мы ввозим каждый месяц, да, допустим. То есть, сейчас мусора оставляют люди все меньше и меньше, это очень нас радует. То есть, это значит, мы на верном пути находимся, в общем-то. А ботанический сад, это же не только Владивосток, да, еще два филиала у вас есть. Да. А сколько это сотрудников и что это за сотрудники? Какой возрастной, да, показатель сотрудников? Мне вот интересно, кто эти люди, которые работают в ботанических садах? Ботанический сад изначально создавался как научная организация, и в 90-х годах, опять же, в один из плохих периодов существования, перед Академией НУК создавала задача сократить число, допустим, научных учреждений. И вот эта задача в дальневосточном отделении была решена в том числе и за счет слияния организаций. И вот до 90-х годов Сахалинский ботанический сад и Амурский ботанический сад, который находится в Благовещенске, они существовали как самостоятельное научное учреждение. И в 90-х годах, вот решая эту задачу, сокращение числа организаций, нас объединили. И сделали одну большую организацию, ботанический сад, институт Де Воран, в которую входят, помимо головной организации, которая у нас находится, две еще, два филиала. Это Амурский филиал и Сахалинский филиал. В целом число сотрудников сейчас, вот всех-всех-всех, составляет 124 человека. Из них где-то 83 человека работают в головном филиале, и остальные люди работают в филиалах. То есть филиалы меньше, чем головной филиал. Значит, и среди этих сотрудников, ну, естественно, часть составляет, где-то порядка 35 в нашем головном филиале составляют научные сотрудники, те, кто решает научные проблемы, пишет научные статьи, ведут селекционную работу, эксперименты ставят и решают какие-то научные задачи. А остальные сотрудники, это сотрудники, на которых держится все хозяйство полностью ботанических садов, которые выполняют техническую работу, которые помогают в экспериментах, в постановке экспериментов, которые проводят работу с коллекциями. То есть, грубо говоря, вы знаете, у кого есть дача, у всех есть дача. То есть, вот вся работа, которая обычно делается на дачах, она должна быть сделана в ботаническом саду. Причем, сделана очень точно, со всеми записями. То есть, если вы там пропололи, то об этом должна остаться запись. Если вы провели какие-то фенологические наблюдения, то есть, посмотрели, как растение развивается, вот о каждом явлении наступившем должна быть оставлена запись где-то. Если вы как-то обрабатываете коллекцию, об этом должна быть оставлена запись. То есть, это довольно высококвалифицированная научная, техническая деятельность. Ее ведут у нас инженеры, агрономы, лаборанты. И все сотрудники, помимо этих упомянутых 35 научных сотрудников, занимаются именно этой деятельностью. Ну вот, несмотря на то, что вы сказали, сейчас период не самый тяжелый, на сайте ботанического сада была объявлена акция «Построим Ботсад вместе». Да. Вот что это за акция и почему она была объявлена, зачем? Ну, значит, так получилось, что ботанический сад он стал, он совершенно естественно стал привлекательным для горожан, несмотря на то, что мы к этому усилию как бы не привлекали, особых не прилагаем, да, и никогда не прилагали. То есть ботанический сад раньше существовал просто как огород, где на грядочках у нас были собраны коллекции растений, да, коллекции научные. То есть это, грубо говоря, один таксон, пять растений одного таксона, ну, вида, грубо говоря, растений, да. Второй таксон, опять пять растений этого вида. Это все удобно наблюдать, когда это все на грядочках, когда это все упорядочено, когда это все с этикеточками и все. Ну, вроде бы как огород и огород, да? Но, тем не менее, эти растения все красиво цветут и привлекают, естественно, внимание посетителей. И посетители к нам стали приходить. И, в принципе, это наша как бы побочная деятельность принимать посетителей. И мы сейчас как бы чувствуем, сейчас посетители к нам приходят от, вот, анализируя статистику последних там 3-5 лет, от 100 до 200 тысяч человек в год. Это одно из самых посещаемых организаций такого типа в Дальневосточном федеральном округе. Значит, и, соответственно, мы тоже должны, мы чувствуем себя обязанными, да? Несмотря на то, что эта деятельность никак не у нас не финансируется ничем, да? Мы чувствуем себя обязанным как-то содержать ботсад таким образом и развивать в таком направлении, чтобы это было еще интереснее посетителей. Эстетически привлекательно, да? Да, все верно. То есть, у нас посетители сейчас бывали в разных странах, и они видели ранг на ботанические сады. Естественно, наш ботанический сад, мы отдаем себе отчет, что наш ботанический сад очень сильно уступает ботаническим садам мира крупным, да? И у нас посетитель искушенный, он знает, как должен выглядеть ботанический сад. И мы как раз попытаемся сейчас в этом направлении вести какую-то работу. Вот, и для того, чтобы вести эту работу, значит, мы, увы, сейчас вынуждены брать плату входную с людей, потому что, в принципе, стратегия наша, это эту плату свести к минимуму и совсем уничтожить, вот, ну, то есть, что сделать вход бесплатной. Почему? 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 Потому что, знаете, вот, 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 по большому счету ботанические сады для того нужны, да, чтобы улучшать общество, да, улучшать общество. И вот, в принципе, когда человек получает с совершенно малого возраста контакт с природой, то есть, малый возраст, это год, два, три, то есть, когда есть возможность привезти куда-то человеку и показать ему что-то, вот, живое растение, чтобы этот человек понял и осознал, как оно растет, чтобы человек понял и осознал, как функционирует вот эта вот экосистема. Ну, по-моему, так лучше заплатить денежку и прийти в красивое место, чем за бесплатно прийти на огород, да, и посмотреть. Красиво мы его делаем, мы его делаем, и сейчас мы, естественно, не отменяем плату, потому что мы очень благодарны нашим посетителям, кто приносит эти 100 рублей и платит нам за вход, да, потому что эти все 100 рублей, каждый рубль из этих 100 рублей, он идет на благоустройство ботсада. В принципе, вы видели, что мы сейчас работаем над несколькими проектами, мы сейчас, мы сейчас производим реконструкцию довольно большой части нашей территории и делаем там азиатский сад, вы видите, все это медленно происходит, но уже какие-то контуры общие угадываются, у нас есть озеро, у нас есть беседка, в японском стиле, которая сделана, у нас есть аллея сакур, которая была в прошлом году подарена обществом любителей сакур и профектуры Гифу, из Японии привезены были сакуры, вот, и у нас сейчас идет реконструкция оранжереи, я думаю, что очень серьезная реконструкция, и я думаю, что в ноябре месяце у нас уже будет оранжерея открыто допустить, для посетителей уже совершенно в новом качестве, они смогут увидеть все, вот, и у нас еще есть несколько вот таких вот мелких проектов, на которые мы не должны использовать наше бюджетное финансирование, потому что оно идет на науку, да, на научные цели, мы должны использовать вне бюджетной фонды, и вот как раз вот эти деньги, которые мы получаем от наших посетителей, они в основном идут на реконструкцию вот наших объектов, которые сделают наш сад в будущем привлекательным. Естественно, все это мы не должны сейчас отменять плату, как вы говорите, да, понятно, что мы не выживем, да, мы сейчас не выживем без этой платы, но вот посмотрите, вот, глобальная задача ботанинских садов, вот для общества очень важно, вот почему у нас сейчас вандализм процветает и так далее, вот в городе, там, на Дальнем Востоке, ну, везде, это на всех уровнях, да, элементарно от того, что общество, оно не способно воспринимать, вот, окружающих мир, вот так как это воспринимает уже, ну, допустим, какой-то, какой-то гипотетическое, там, западное или азиатское общество, да, неважно, да, вот, и если мы научим общество правильно это воспринимать, то у нас общество будет воспринимать действительность эту по-другому совсем, и у него просто руку, у человека, который знает, ну, элементарно название растения, да, которое, вот, он видит в городских где-то посадках, элементарно название, если он будет знать имя, у него не поднимется рука, вот, так сказать, его сломать или там что-то с ним плохое сделать, да, вот, поэтому, вот, основная цель такая, и поэтому, вот, главная задача ботсада, это как раз вот поднять уровень этого общества в отношениях его с природой, в отношениях с другими людьми, с городом, и сделать вот это общество очень дружественным по отношению к той среде, где это общество развивается, в общем-то, и как только у нас мы получим это общество дружественное, к среде, в котором общество развивается у нас, я думаю, что будет совершенно другая жизнь, и вот, как раз, вот, мы имеем опыт уже европейских садов, американских садов, азиатских садов, очень многих, и, в принципе, сотрудничаем с этими садами, перенимаем этот опыт, и, вот, как раз мы видим, вот, что происходит, ну, допустим, в Японии, да, то есть в Японии это сад, это что-то, это философия вообще, это философия, это даже не, это не грядки, это не дизайн, это не, вот, ну, нельзя каким-то словом таким практически назвать, это философия, это, в которой отражается отношение людей к окружающему миру, к природе, к растениям. И нахождение людей, вот, 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 и нахождение, то есть общество, если оно развивается, если оно имеет признаки цивилизованного общества, оно создает вокруг себя сад, и само, сад в самых лучших своих представлениях, о которых он только может мечтать, вот, и, в принципе, вот, то, что сейчас вот делается в Ботанистском саду, вот это направление, про которое мы сейчас говорим, оно вот рассчитано именно на такое развитие в будущем, вот, и поэтому, конечно же, мы сейчас привлекаем, так сказать, ну, любые, вот, вот, почему строим вот сад вместе, это попытка, значит, привлечь вот еще внимание общества, и попытка ускорить вот воплощение всех наших проектов, принимая какие-то, допустим, дотации от частных лиц, от частных компаний, и, может быть, даже, ну, когда-то и даже мы выйдем на этот уровень отношений с городской и краевой администрацией, вот, и я думаю, что вот это вот развитие, оно страшно сейчас важно для нас, здесь, на Дальнем Востоке, потому что, как бы мы ни говорили, что мы, в общем-то, ну, как в России сейчас, довольно интегрированное общество у нас, но мы изолированы, и, ну, в принципе, вот, вот, вот в этой изоляции очень важно, как бы, обеспечить гармоничное развитие людей, если мы обеспечим гармоничное развитие людей здесь, и кто к нам, потянутся сюда люди, то есть у нас не будет проблемы с народным населением, допустим, тут нужно, это, это, это очень-очень серьезный, я думаю, элемент привлекательности нашей будущей жизни здесь. Иностранцы приезжают в ботанический сад? Очень много, то есть у иностранцев, в принципе, это культура посещения ботанических садов, а, в принципе, вот любые туристические компании, которые работают за рубежом, у них в меню в туристическом, в этом, ботанические сады, вот куда бы людей ни привозили. Ну, это понятно, ну, допустим, пойти, не знаю, там, в Бангкоке, да, в ботанический сад, вот вам перед иностранцами, ну, как, вот они приезжают, они видели, да, ботанические сады огромные, красивые с огромными финансовыми вливаниями, вот вам перед ними как, стыдно, неудобно, или вам тоже есть что показать? Вы знаете, то есть, каждый человек, естественно, который приходит в ботанический сад, он приходит с какой-то целью, да, он там что-то хочет увидеть, вот, и мы, в принципе, как бы, нам что есть показать? То, что мы сохраняем, допустим, большие очень коллекции, то есть, если человек хочет увидеть разнообразие, которое мы сохраняем, ему будет интересно очень, да, если человек хочет увидеть так, как выглядит, то, как выглядит экосистема Уссурийской тайги, да, а у нас вот экосистема Уссурийской тайги, она ведь уникальная в Ботаническом саду, это город уникальный в том плане, что у нас есть кусочек леса, которого практически нет ни в одном больше городе в России, и города мира, наверное, можно по пальцам пересчитать, которые вот имеют такой уникальный кусочек леса внутри города, то есть, у нас практически в идеальном состоянии находится, практически нетронутая и сохранившаяся с момента еще заселения русскими вот этой территории, кусочек Уссурийской тайги. Мы очень мало делаем для того, чтобы сделать это, ну, объектом внимания иностранцев, да, за рубежом. Сейчас, в принципе, можно констатировать, что больше всех в этом направлении сделал режиссер японский Акира Курасава, который в свое время снял фильм Дирсу Узова. Вот, этот оскароносный фильм, он был очень интересен, он получил очень большой отклик мировой, и сейчас, в принципе, вот один из брендов вот таких туристических регионов, это Уссурийская тайга, и он может быть наилучшим образом подан именно у нас в Ботаническом саду, то есть, в принципе, человек, который, не снимая офисной обуви, может просто зайти в лес, посмотреть, и далеко не уезжает, да, и в этом направлении мы тоже работаем, мы там расставили стенды, если вы в последнее время там бывали у нас, вы видели стенды, у нас довольно хорошо сейчас информационная обеспеченность проработана, вот именно в лесу, то есть мы показываем, рассказываем, вот можно прочитать, как работает экосистема, какие ее компоненты основные, почему вот тигр или там леопард живет именно в такой экосистеме, а не в какой больше другой, то есть там это все пытаемся показывать, и показывать, и, естественно, проводим очень большую деятельность по проведению экскурсий и объяснять, то есть, конечно, основная наша целевая аудитория — это дети, потому что детям очень важно это показать, и чтобы они знали, потому что у ребенка вот что-то ломается, когда он приходит и когда он получает этот объем информации, вот, поэтому нам не стыдно перед иностранцами, я не скажу, что нам стыдно, ни в коем случае не стыдно, потому что мы, у нас есть свои задачи, мы их выполняем, и мы пытаемся, вот, ну, грубо говоря, показать наши, ну, объекты, которые, ну, которыми славен, что ли, Дальний Восток России, вот, на нашей территории, это мы делаем, вот, и, ну, пока вот, я думаю, что сейчас, пока мы на верном пути, нам удается, и вот та помощь, которую мы получаем от людей, это может быть в виде, там, каких-то денежных поступлений, может быть просто элементарная помощь при наших волонтерских всяких мероприятиях, да, когда приходит очень много людей и делают какое-то вместе общее дело, и это, конечно, очень здорово, и от этого Бодельский сад, ну, не просто выигрывает, мы себя чувствуем тогда, вот, как бы, то, что вот наша деятельность, это, которую я осуществлялась уже в течение десятилетий, она не зря, то есть мы добиваемся внимания людей и чувствуем взаимопонимание, вот, мы как партнеры с жителями города Владивостока, вот, работаем над одной идеей. Сотрудничаете с Дальневосточным федеральным университетом? Сейчас очень довольно сложная ситуация в Дальневосточном федеральном университете, в Дальневосточном федеральном университете сейчас на, в периоде находится тоже довольно тяжелом, период реконструкции, перестройки и так далее, поэтому сейчас довольно проблемно это. Почему проблемно? Ну, во-первых, так сказать, мы, помимо всего прочего, помимо того, вот, внешних характеристик ботанического сада, мы занимаемся еще и решением научных проблем, очень серьезных научных проблем, это ресурсы, биологические ресурсы Дальнего Востока, это как эти биологические ресурсы будут меняться при изменениях климата, как эти биологические ресурсы будут меняться при интенсификации антропогенного пресса или его уменьшении, да? Вот, и для этой тематики нужны специалисты, очень хорошо подготовленные. Но, к сожалению, сейчас должен констатировать, что эти специалисты сейчас, вот на данный момент, не готовятся университетам. В университете сейчас есть специальное подразделение, биологическое подразделение, которое готовит специалистов несколько иного профиля. Это специалисты, которые будут заниматься генетикой молекулярной, допустим, да, вот это вот, ну, вы знаете, что такое, да, вот, и всякими довольно высокотехнологичными видами деятельности, да, и, но там очень, и там очень хорошо представлена морская биология. То есть университет полностью, вот полный спектр готовит специалистов для занятия наземным, то есть морскими экосистемами, морскими экономическими. Морикультурами, да. Это весь спектр, там очень глобальная, фундаментальная проблема решается, и все. И вот, к сожалению, вот сейчас вот оказался университет в таком положении, что специалисты по наземным экосистемам, по функционированию наземных экосистем, они практически не готовятся. Эту ситуацию нужно очень-очень быстро исправлять, и мы сейчас, ну, вот с разными организациями, которыми работают по разным проектам, которые сосредоточены и в городе Владивостоке, и в Дальневосточном федеральном округе, пытаемся эту идею в университет доносить и там проводить. И вот, может быть, с этого уже года появится магистратура, магистрская программа, которая будет рассчитана на подготовку специалистов именно по наземным экосистемам, по ресурсам наземных экосистем. Вот вернусь к зарабатыванию денег, да, в Адричных садах, как правильно совместить, чтобы корректно было вот зарабатывание денег, да, коммерческую сторону и научную сторону? Вот есть ли в этом вот проблема? Ну, понятно, что зарабатывать деньги – это необходимость, никто с этим не спорит. Как вот это все правильно сделать, чтобы не навредить зарабатыванием денег научной составляющей, да, наукой не обрубить финансирование, которое и так там не самое там… Вы знаете, вопрос очень серьезный, и вы знаете, вот вообще вот вы просто помните, да, вот 90-е годы помните, да, вот наша экономика времен перестройки, и сейчас у нас экономика немножко другая. И вот сейчас вот период, он переходный, он еще не завершился, да, поэтому ответ очень простой, никто не знает, как правильно это делать сейчас, и сейчас нужно выяснять, как это правильно делать. Но мы занимаемся научными проблемами, и, в принципе, одно из основных вот наших, ну, грубо говоря, путей для зарабатывания денег – это использование и разработка высоких, хороших технологий, высоких технологий для областей сельского хозяйства, для областей охраны природы и для областей, ну, улучшения жизни населения в городе. То есть, грубо говоря, я говорю о… По сути, я говорю о размножении хозяйственно-ценных видов растений, да, о выходе на рынки международные, мировые хозяйственно-ценных растений. Для этого нужна селекция, естественно, да, очень хорошая, очень хорошая, очень хорошая работа по защите прав на сорта, которые сейчас вот в России на нулевом уровне, да. Я знаю, что многие, многие организации, они получают замечательные просто результаты хозяйственно-ценных растений, я пока не буду говорить, но это сельскохозяйственная культура, да, которые моментально уходят в Китай, права на эти кита, на эти сорта, да, и которые моментально продаются тут же в России уже в виде китайских сортов, да. Вот эта вот вещь, она недопустимая, над этим очень много нужно работать, на это очень нужно большое обращать внимание. И сейчас вот мы тоже над этим вынуждены работать, потому что это основной источник, это наука емкой технологии. У нас вообще отсутствует институт патентов, да, вот на эти сорта? Да, он существует, он российский институт, но в принципе сейчас вот в эпоху глобализации в принципе сорта должны быть, должны иметь и международную защиту. То есть нужно выходить на... Вот пока на рынок международных сортов, международный рынок сортов, хозяйственно-ценных растений пока еще никто не вышел, да. Ну сейчас другой аспект, который сейчас вот в деятельности, которым мы сейчас тоже занимаемся, сейчас идет эпоха, и наступает эпоха, наверное, еще, и она не закончилась, бурного строительства в городе Владивостоке. Значит, и это связано с освоением новых больших территорий, и в том числе лесных территорий, да. И наши уникальные леса здесь, вокруг, да, они содержат в себе очень много, много редких растений, которые занесены в Красную книгу и так далее, да. У нас довольно серьезная угроза генофонду этих растений, потому что вот в Владивостоке, и еще часть какая-то маленькая побережья, которая примыкает к морю, это довольно специфический климат, где часто очень развиваются довольно ценные популяции редких растений, редких видов растений, да. И вот любое такое строительство, вот в самых таких вот местах, которые вот нужны для индустрии, они затрагиваются, этот генофонд затрагивается очень сильно, да. Это угроза? Да, это угроза генофонду, и этот генофонд надо компенсировать. И вот как правильно компенсировать генофонд в природе, то есть этим сейчас мы занимаемся, очень серьезная проработка по разным сортам, по разным видам растений у нас, то есть что это значит? Нужно собрать очень хороший, разнородный, качественный посадочный материал, или посевной материал, то есть семена прежде всего, да, сделать совершенно генетически разнородные посадки растений в наших условиях, да, и затем их вынести опять в природу и посадить, там, где они же будут себя чувствовать вне опасности, ну, где в ближайшие, по крайней мере, лет 50, там их не затронет индустриализация какая-то. Вот, это тоже одна из основных задач, это тоже технология, и технология, как на стадии, так сказать, взятия семян с растений, и оценки их генетически, ну, просто генотипирование, что ли, да, затем создание искусственных, генетически разнородных популяций в естественной среде, да, это очень серьезная проблема, которую мы сейчас тоже пытаемся решать. А по-вашему, нужно ли обязать строителей, да, которые строят дома, неважно что, вот, в лесной зоне, да, каким-то образом восстанавливать то, что они... Да, это, вы знаете, это уже, в принципе, я думаю, государство сделало все для этого, потому что сейчас существуют все законные акты, подзаконные акты, нормативные материалы, которые обязывают строителей сделать это. То есть, просто, ну, как бы, в нашей стране необходимо следить за исполнением законодательства действующего. Если мы... Ну, вот, вот та же проблема лесов, вот, говорят, что леса уничтожаются и так далее, да, то есть, довольно большая угроза, там, кедру, вот, ну, это все, что на слуху сейчас у нас, да, тигру-леопарду, да, это тоже самое, в принципе, та же самая угроза. То есть, в принципе, вот, законодательство было проработано еще в советское время очень хорошо по защите, то есть, мы знаем пути, как сохранить тигра-леопарда, как сохранить леса. И вот все методики, как сохранение лесов, мероприятий там всяких по сохранению лесов, они были проработаны еще в то время. И сейчас речь идет о том, чтобы, ну, элементарно... Именно контролировать это исполнение. Да, контролировать соблюдение законодательства. То есть, если мы будем контролировать исполнение законодательства, у нас будет, в принципе, неплохо. У нас существует хороший задел по знаниям, по научным проработкам и так далее. Вообще, как вы оцениваете вот проблемы сейчас экологические, да, вот на юге Приморского края, потому что Владивосток все-таки здесь, в связи со строительством сейчас там завода по сжиженному газу, там, нефтезавода, вот причем в Хасанском районе, допустим, там, ВМХК сейчас строится. Вот это нормально? К чему это может привести? Вы знаете, то есть, к чему это может привести уже... Я бы сослался вот на Бориса Владимировича Преображенского, так сказать, который, в общем-то, довольно четко и хорошо сказал, к чему это может привести. В принципе, ну, вот вы помните, у нас недавно просочилась информация, где-то кто-то слил горючее, где-то в какой-то бухте, это горючее вылилось, да. То есть... Обзадействовало было около 100 человек. Да. То есть, вот это проблема, понимаете, вот мы говорили, вот когда Борис Владимирович говорил, вот что, вот это перевозное нельзя строить, и так далее, так сказать, это все как бы, ну, как-то... Вот это все очень сильно обосновано. Это научные проработки. Они знают, как идут течения, куда понесет пятно в случае, так сказать, разлива. Показано, что это повредит довольно значимым курортным зонам, Преображенскому краю, и так далее. Но это были вот как бы просто слова. Но вот то, что вот сейчас произошло, реальный разлив нефти, и вот эта вот нефть вышла на побережье, вот, то вот слова Бориса Владимировича Преображенского, они приобретают совершенно другой смысл, да, то есть, и мне кажется, что здесь, мне кажется, что необходимо еще раз вернуться, наверное, к вопросу комплексного проработки, проработки плана развития, генерального плана развития большой нашей территории, имеется в виду юг Приморского края. То есть, естественно, мы не обойдемся без больших индустриальных объектов. Но проработка вот мест расположения этих индустриальных объектов, ну, говорят, ядерномогильник, ядерномогильник, Не нужен, не нужен, нельзя, нельзя. А куда мы будем девать ядерное топливо, которое у нас реально есть? То есть, естественно, мы должны его где-то сохранять и применять для этого очень хорошие, высокие технологии. И эти технологии просчитаны, и я думаю, что это самый безопасный вариант сохранения ядерных отходов. Мы должны экспортировать газ, потому что это один из больших предметов экспорта. И у нас должны быть технологии, и у нас очень хорошо просчитано то место, где этот завод по сжижению газа, он будет представлять на меньшую опасность. Как для окружающей среды, так и для населения. Он нужен, вопросов нет. Конечно, никто не стоит о том, что он нужен. Да, и вот сейчас, я бы все-таки, особенно после этого разлива нефти, очень маленького разлива, поверьте, это ничего. Потому что то, что случилось в Мексиканском заливе, это промышленный разлив. И вы знаете, что сейчас до сих пор в Мексиканском заливе очень большие проблемы. С той нефтью. И вот сейчас надо все-таки еще раз вернуться к теме интервью, которое Борис Владимирович Преброженский давал в самых различных источниках средств массовой информации. И еще раз просто подумайте, проконтролировать, проследить просто судьбу этих интервью, какие решения были потом приняты, сопоставить аргументы и принятое решение. И еще раз, наверное, подумать над созданием какой-то комплексной программы освоения территории. Но, по сути, правильно, что природа — это одно из немногих тем, чем Приморье может привлечь туристов в том числе. Да, да, да. Все верно, да. То есть это туристов, ну как, я бы сказал, тут вот с точки зрения глобальной, да, вот туристическая привлекательность Приморья с точки зрения глобальной, она, ну не слишком высокая. Вот так можно сказать, да? Вот, поэтому нужно очень хорошо, но с этим можно успешно очень бороться. И очень хороший пример сейчас предоставляют там те же китайцы, наши соседи, корейцы и японцы. Ну, японцы, японцы не будем брать, потому что у них туристическая привлекательность страны очень высока, сама по себе, очень много красивых объектов. Но вот, допустим, корейцы, они создают действительно очень хорошие бренды региональные, туристические, куда просто едет народ и, в общем-то, смотрит и наслаждается, там хорошие сети отелей, там очень может слаботься. Когда ботанический сад станет туристическим брендом Приморского края или Владивостока? Вы знаете, вот я бы, так сказать, не стал бы отказываться отвечать на этот вопрос, и я бы произнес такой срок вот от 5 до 10 лет. Вот, и сейчас, я думаю, что уже вот как бы мы сейчас поднимаемся, вот представьте детскую качельку, которая вот так качается, да, вот сейчас поднимаемся вот по той вот планочке, которая вот сейчас доходит, ну, которая вот уже у этого 6-6, да, на котором качелька качается, да, и вот я думаю, что у нас осталось несколько шагов, чтобы приступить к эту планочку, и мы, в общем-то, качнемся в ту сторону, которая нужна, в общем-то. Я думаю, что после этого будет и финансирование, и будет, в общем-то, очень хороший перспектив для развития. У нас сейчас уже есть и чувствуется, и главное, что они чувствуются сотрудникам Ботанического сада, которые сейчас, ну, как бы, я думаю, с энтузиазмом начинают работать, вот, на благо Ботанического сада и на благо города. Коммерческие структуры вообще идут? Нет. Не идут? Нет, нет. Знаете, то есть, сейчас пока мы очень остро ощущаем этот момент, что коммерческая структура все-таки настроена на получение быстрой прибыли, быстрой прибыли. То есть, сейчас нам нужен, ну, оборот прибыли, вот, когда в России будет оборот прибыли, вот, ну, 10 лет, примерно, да, когда государство даст гарантии соответствующие, да, когда бизнес будет ориентирован вот именно на такой период прибыли, да, или обращение, там, вкладов каких-то, вот, тогда, я думаю, что у нас тоже будут перспективы. Потому что Ботанические сады нигде не дают быстрого эффекта, эффект Ботанических садов, он очень долгосрочный. Администрация города, я уже не говорю про края, все-таки, это немножко такой, все-таки бренд города, на мой взгляд, да, город каким-то образом сотрудничает, ну, не знаю, все-таки это, ну, один из элементов. Вы знаете, город, город, это вот сейчас очень похоже, очень похож на коммерческую структуру в этом плане, да, то есть, если город что-то вкладывает, ну, допустим, город, есть законодательство действующее, да, и городу нельзя вкладывать какие-то средства материальные в не муниципальное образование, то есть, это серьезный ограничитель, очень серьезный ограничитель. Тем не менее, вот те мероприятия, которые мы проводим в Ботаническом саде, это вот и посадка была Японской аллеей, которая, ну, в общем-то, запечатлелась. Это разное мероприятие по эколого-модельническому просвещению, это и разное мероприятие вплоть до субботников, да, город в этом старается активно участвовать и нас поддерживать. Вот, пока вот сейчас вот нам бы хотелось, конечно же, большего от города, и мы пытаемся навалить эти мостики с города, и мы знаем, что, в принципе, сейчас вот тот импульс, который был заложен, ну, администрация города к развитию в городе, он непременно, так сказать, приведет, ну, он нас, как бы, захватывает, да, и мы тоже начинаем развиваться в этом же направлении. И я думаю, что вот, опять же, так сказать, вспомнив те качельки, мы уже вот близко вот к той перекладинке, и скоро мы перешагнем эту перекладинку, и у нас отношения выйдут на совершенно качественно новый уровень. Вот по-вашему, хотелось бы спросить вашего мнения, вот по какому вопросу. Недавно к нам приходили тоже люди, и мы разговаривали о том, что дары нашей тайги уссурийской, да, по сути, это мы можем ими перебить вот все наши морские, собственно, ресурсы, и продавать там на зарубеж, вот те самые дары тайги, если правильно к этому подойти, и, по сути, это такая золотоносная жила нашего Приморского края, если правильно это все организовать, мы можем спокойно зарабатывать сам край на этом деньги, и очень неплохие. С этим вы согласны? Да, очень простой пример, значит, здесь довольно интересная программа была принята, разработана корейским правительством в свое время. Значит, корейцы, они, у них не было лесов, да, после Корейской войны, и после пожаров произошедших, леса остались, например, на 10% южной части Корейского полуострова, на территорию современной Южной Кореи, да, и они поставили себе цель восстановить леса. Программа была очень серьезная, государственная, с большими деньгами, и причем там леса пострадали, ну, чтобы просто представить себе, значит, сгорели леса, и весь слой плодородной почвы, вы видели, были в Корее, наверное, видели там довольно крутосклонный рельеф, да, и все почвы, они просто смылись, были смыты просто паводками и так далее. Вот, и программа, что каждую пятницу все должны были выйти и участвовать в основном лесов. Были субботники такие, экологические, экологические субботники. Чтобы представить объем работы, который там был сделан, сначала надо было террасы, террасировать горы, потому что там скрутосклонный рельеф. Это скальник, это вот дресва, который у нас, да, к примеру, вот такой вот. Вот, потом надо было принести на себе, на спинах, на горы, занести плодородную почву. Потом надо было насыпать ее в специальные лубки, потом нужно было посадить растение, потом надо было его огородить, специально, чтобы его не сдуло ветром и не смыло опять очередными паводками. И после этого, значит, оно начинало расти только. Вот, и эта программа у них завершилась, ну, как не завершилась, но она еще продолжается. Но в 90-х годах у них, они уже вышли на такой показатель, как 80% облесненной территории. 40 лет потребовалось, да? 40 лет потребовалось для этого. Но они сделали это с нуля. То есть, это опыт очень замечательный. Мы, к счастью, к большому счастью, до такой деградации наших лесов еще не дошли. Вот, но, что поставили перед собой корейцы? Они поставили перед собой, ну, как-то, корейский кедр, да? У нас главный дерево, это корейский кедр. Здесь тоже, да, у нас. У них тоже все, что имеет эпитет корейский, да? У них это считается, ну, как бы, очень важной составляющей их деятельности очередной. И они стали корейский кедр выращивать плантационно. Они поставили перед собой цель, ну, плантационное выращивание и получать древесину с него, и получать вырожай семян, да? Вот, они этого добились. С древесиной у них ничего не получилось, потому что сейчас изменение климата, и сейчас довольно сильно повысилась температура на корейском полуострове, и древесина потеряет свои просто качества, да? Она у них не годится ни к чему. Но первый экспортер семян корейского кедра на рынок — это Китай, а второй экспортер сейчас семян корейского кедра на мировой рынок — это Корея. То есть, и они получают довольно приличный бюджет из экспорта семян. То есть, поэтому наша тайга, наша уссурийская тайга, где сейчас, сейчас, вот на данный момент, сосредоточено больше, наверное, кедр корейский занимает большую площадь, чем если сравнивать с Китаем и с Кореей. Вот, она, естественно, сейчас должна быть, перехватывать лидерство в этих, по крайней мере, вопросах. И в других тоже, потому что кедр корейский — это не единственное дерево, которое может приносить, вот, как вы говорите, дары тайги, да? Недревесную продукцию, так сказать. Да, да, да. То есть, и вот продвижение древесной продукции на мировые рынки. Ну, мы уже говорили про международную защиту прав на сорта, да, и так далее. То есть, вот продвижение недревесной продукции леса на мировые рынки — это тоже очень серьезный вопрос, к сожалению большому. у нас пока еще не сильно хорошо понятый. И нет еще людей с опытом продвижения таких технологий на мировые рынки. Ботанический, вернемся к саду. Какие времена года наиболее популярны среди посетителей, да? И что делать, вот, не спросить, что делать в ботаническом саде зимой? Ага, зимой. То есть, ботанический сад красив во все времена года, потому что у нас, в принципе, когда может что-то свести, начиная с апреля, да, там светет, и вот до октября это будет цветение продолжаться. Я имею в виду коллекции. В апреле у нас начинают свести первоцветы. Это одно из, наверное, хороших мест. Может быть, не лучше, потому что я знаю очень много хороших мест в Боданическом саде на Приморье, где можно посмотреть первоцветы. Но ботанический сад, он из близких, что ли, доступных мест, где можно посмотреть первоцветы наши. Они замечательная группа растений, которые радуют глаз всегда, и которые всегда у нас здесь, их можно фотографировать и так далее. Но в октябре, соответственно, цветут хризантемы. Богатейшая коллекция у нас, замечательная коллекция, очень много авторских сортов, можно посмотреть. Золотая осень, понятно, да, то есть это октябрь, даже до начала ноября. И самые большие наплывы у посетителей зимой, это свежий снег, естественно. То есть, когда падает свежий снег, Боданический сад это просто место, ну это чудное место просто. Вот. Зимой у нас, ну вот, естественно, идет естественный спад посетителей, потому что кататься на санках мы сейчас запрещаем, ну не сейчас, а вообще запрещено, и на лыжах тоже как бы запрещено, да, но прогуливаться там можно, и люди приходят прогуливаться, просто вот отрешиться от городской суеты, просто прогуляться по лесу и так далее. Но у нас вот было, в прошлом году проводилось мероприятие, называлось День пихты. День пихты, ну специальное мероприятие, которое мы, с помощью которого мы рассчитываем снизить браконьерство, вот, в Боданическом саду по вырубанию. Браконьерство сейчас очень редко фиксируется, но все еще есть, да, но мы пытаемся с ним бороться. Вот. И неожиданно на это мероприятие, которое было организовано нашим сотрудникам, Екатерина Головани, вот она получила специальный грант на это мероприятие и провела это мероприятие. Явилось 300 человек школьников, 300 человек. Был объявлен конкурс кормушек, и 300 человек принесли 200, больше 200 кормушек, больше 200. Они, естественно, были тут же развешаны по лесу, и сейчас у нас очень много кормушек, будем все посетить, могут видеть птиц и белок, которые в них кормятся всегда уже. Вот. И поэтому вот такие вот мероприятия мы тоже пытаемся делать, и тогда был какой-то день, еще минус 12 градусов было, и был сильный ветер. Вот. Декабрьская такая погодка, в общем-то. Вот. И поэтому лес интересен всегда. Ну, а летом вот сейчас у нас тоже маленькое падение вот в численности посетителей, значит, ну, потому что все отдыхают на шамаре. У нас получается вот такой баланс, значит, когда есть шамара и когда удобно отдыхать на шамаре, мы теряем посетителей. Беремся с погодой. Да, беремся с погодой. Когда на шамаре отдыхают не сильно комфортно, все идут там. А вот можно ли, возможно ли это вот про лыжи, да, вот что вы заметили, и сделать лыжню какую-то, либо вообще там какую-то сделать велосипедную дорожку, на которой можно было бы там... Вы знаете, у нас есть активная зона в Броническом среду, да, и мы сейчас над этим думаем, работаем, и, скорее всего, мы что-то сделаем, вот, но это все должно быть оборудовано, соответствующим образом, да. Вот, и на это оборудование лыжни, конечно, потребуется очень много, большое, довольно, финансирование, потому что, ну, это можно сделать. И ботаникий сад имеет зонирование, я просто скажу, есть зона, в которой мы пытаемся не допускать посетителей вообще, то есть у нас там есть экспериментальный лес, в котором мы ведем исследования, эксперименты ставим, вот, есть зона активная, где можно, в принципе, вести какую-то деятельность, можно проводить экскурсии и так далее. И у нас, вы знаете, там экологическая тропа, довольно приличная, есть большая, вот, и, на санках у нас, вот, к сожалению, вот три года назад, да, три года назад произошел несчастный случай, серьезный несчастный случай, вот, и поэтому санки мы сейчас пытаемся, естественно, не допускать, но нельзя, нельзя кататься санках на необорудованных склонах, это, 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 ни в коем случае, да. И лыжи тоже мы пытаемся вот сейчас не допускать, но как только мы что-то подойдем, оборудуем что-то, то я думаю, что это будет возможно сделать. Велосипеды возможно ли? Велосипеды, велосипеды по экологической тропе мы допускаем, народ с велосипедами, они там могут кататься, но у нас, вот, вы знаете, на самом деле была очень большая проблема с квадроциклами, то есть и даже конные маршруты, это очень, на самом деле, большая проблема, потому что вот те маршруты, которые были проложены, мы с ними стали бороться, вот где-то лет пять назад, ну, более-менее сейчас, как бы, чаша весов склоняется в нашу сторону, потому что это очень сильный источник эрозии, вот, и когда конь проходит по одному месту два-три раза, да, и сдирает вот в верхнюю часть покрова, да, и начинаются дожди, почва просто плывет и стекает по этим дробам. Это, на самом деле, очень серьезно и плохо для ботанистского сада, поэтому, конечно, нельзя это делать без оборудования специального, то есть, ну, грубо говоря, если мы проложили бы конную дорожку где-то, и только по ней бы ходили кони, но с каким-то твердым покрытием, и была бы защита от эрозии, это можно было бы, в принципе, сделать. Но это все в будущем, если будет, то это пока... Я думаю, что это вполне возможно сделать в будущем, да. Свадьбы, это источник вообще какого-нибудь дохода, и можно ли сделать вот из этого, из тех же свадеб, еще один источник дохода такой, ну, не знаю, выделить им специальное, что-то такое красивое? Мы как бы, мы не рассматриваем, вот когда к нам приходят люди, мы не рассматриваем это как источник дохода. Я хочу сразу сказать, да, что это... То есть, мы хотим, чтобы люди приходили, и мы хотим, чтобы люди получали максимальный контакт с природой. То есть, сейчас ценовая политика у нас такая, что у нас приходит, допустим, ну, у нас выгоднее приходить с маленькими детьми, выгодно приходить с свадьбами, да? И сейчас, если вы придете в Берневекистский сад, То вы просто сядете на лавочке, немножко посидите Вы почувствуете какую-то атмосферу Вы почувствуете, что у нас ходят мамаши с колясками У нас ходят бабушки с детишками, с внуками И вам не захочется выпить пиво Это очень важно Потому что если мы будем привлекательны Грубо говоря, для того, чтобы народ привлекать И чтобы у нас там либо распивали пертные напитки Либо чем-то занимались, кричали и так далее Это не очень хорошо для ботанистского сада Вообще в целом И это препятствует осуществлению нашей функции Которая главная функция Это осуществлять связь между человеком и природой Это будет препятствовать осуществлению функции Поэтому свадьбы мы, естественно, поощряем Мы очень рады, когда люди делят свою радость с свадьбой При этом какой-то особый большой плата не взимается То есть, когда свадьба у нас приходит Мы просто взимаем плату за вход То есть, в принципе, ничего особенного нет Ну, значит, вот я просто для... Может быть... Ну, не реклама, да? Ну, а мы сейчас реконструируем оранжерею И там будет у нас площадка в этой оранжереи Где-то, где может быть... Где поместится, ну, 30-40 человек То есть, для чего это сейчас делается? Это делается для того, чтобы обеспечивать, опять же, Ну, учебный процесс, что ли, да? То есть, допустим, у нас будет свести азалии Мы будем все выносить азалии и размещать их на специальных стеллажах На этой площадке И у нас будет, ну, грубо говоря, будет возможность Очень детально ознакомиться с азалиями цветущими Цветут орхидеи, мы также орхидеи размещаем Вот, у нас, соответственно, там формируется какая-то экспозиция Которая будет привлекательна для посетителей И я думаю, что для свадеб эта площадка тоже будет привлекательна Потому что там можно будет сфотографироваться даже зимой на фоне зелени На фоне орхидеиных растений Ваше любимое растение вообще в ботаническом саду? Вы знаете, ну, как бы я в ботанический сад пришел все-таки из экологии растительности Мое любимое растение кедр вообще Вообще кедр, очень-очень интересное Не буду, не буду... Ну, не буду лукавить просто Это самое лучшее, что есть Оно самое ценное растение Оно ценное для экосистемы Оно ценное для вообще природы нашей дальневосточной Оно очень сильное, оно очень мощное Оно очень щедрое Потому что оно производит семена Оно совершенно безответно отдает их, так сказать И это растение старое То есть растение такое, которое... Вот оно формировалось очень давно Вот больше двух миллионов лет оно уже формируется И вот вся история кедра корейская Она очень тесно связана с животными, которые его окружают Оно капризное дерево То есть все растения как? Они распыляют семена И эти семена разбрасываются И дальше начинают расти Вот кедр он не такой Вот его семечко нужно взять Вытащить из шишки И посеять Это он должен делать У нас есть где-то порядка шести видов Птиц и животных Которые это делают Это и белки, и бурундуки И кедровки И поползни И так далее И вот эта вот свита, которая вокруг кедра формируется Она всегда с ним вместе эволюционировала Развивалась Вот и проходит эту жизнь Вот сейчас в Китае В Китае был во многих больших кедровых лесах Вот и у них огромные-огромные кедры Где-то по метру диаметром Да Вот и действительно есть что посмотреть Туда очень много Для привлечения туристов замечательное место То есть там и автобусы ездят по этим кедрам И можно забраться на вершину по всяким там лестницам посмотреть Там ну как выглядит полок кедровый Как шишки там растут на вершинах Очень интересно Но если посмотреть глазами специалистов на это дело Китайцы этот лес разделили между семьями Каждая семья контролирует маленький-маленький участок кедрового леса Оно имеет возможность собирать всю продукцию То есть все семена, которые падают И они отлавливают всех животных и птиц Которые, в общем-то, кормятся этими семенами Если вы посмотрите на этот лес Вы увидите, что там есть огромная колонна кедров Которым там 400 лет, которым там 200 лет Но нет кедров, которым там 50 лет, 30 лет, 10 лет и так далее То есть его там никто не сеет, этот кедр Это значит, что деревья будут подвергаться То есть сам массив будет подвергаться довольно большой опасности Вот эти вот Поэтому вот эти вот животные, которые ассоциированы с кедром Это очень-очень ценный компонент вот наших кедровых лесов Их тоже нужно сохранять точно так же, как и кедр В завершении, вот что бы вы хотели сказать Жителям Владивостока, гостям Приморского края, нашего города Как директора ботанического сада Ну, я бы хотел сказать, что мы всегда вас рады видеть У нас в ботаническом саду Приходите Для того, чтобы посмотреть на природу Просто вы заходите там 100 метров от дороги Вы попадаете совершенно в иной мир Иной, абсолютно Вы отрешаетесь от всех городских проблем Вы можете много узнать в ботаническом саду И наши сотрудники будут рады провести для вас экскурсии И особенно приводите, конечно же, детей Потому что дети наше будущее, они должны, в принципе, питать То отношение к природе, которое сейчас уже установлено Между нашими сотрудниками и нашими вот лесами Нашими объектами исследований Спасибо большое за интересный обстоятельный интервью У нас в гостях был Павел Крестов Директор ботанического сада института Дальневосточного отделения Российской академии наук Владивостокского ботанического сада Удачи вам Я надеюсь, что вот та самая качелька Быстрее будет Всего доброго До свидания Спасибо большое, Илья Спасибо